Паводок сменяется пожароопасным сезоном. Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧАЭС и обеспечению пожарной безопасности сегодня провела заседание, чтобы обсудить актуальные вопросы весенне-летнего периода. Особое внимание лесам заместитель министра природных ресурсов отметил. К ликвидации чрезвычайных ситуаций готовы. Уже сейчас разработано около 200 маршрутов наземного патрулирования лесов. В случае возникновения очагов огня утверждены 11 планов тушения лесных пожаров. В лесничествах сформированы 60 добровольных пожарных дружин. Особое внимание вопросам предупреждения лесных возгораний. В пожароопасный период будут привлечены дополнительные сотрудники, которые будут нести дежурство. Особое внимание проверки арендаторов, которые зачастую не соблюдают или нарушают установленные правила. В лесах арендаторы появляются, как вы сказали, только для заготовки. Их не интересуют противопожарные мероприятия, не хотят они посадкой заниматься, потому что это невыгодная работа, скажем. И 8% только арендаторов. Но к ним мы тоже их проверяем. На сегодняшний день, согласно проекту лесов, они имеют противопожарный инвентарь, у них все это имеется. И храм прокурату проверяет. Но они большие площади не занимают. Я думаю, мы вместе справимся. В природном заповеднике Пресурске опасаются золатарский участок, где проходят железнодорожные пути. Также частая причина возгорания пожаров – человеческий фактор. Рядом с заповедником располагается сразу несколько населенных пунктов. Представитель национального парка Чавашвармани пояснил, почему в их зоне на протяжении многих лет чрезвычайных ситуаций не наблюдается. Последний пожар был зафиксирован на территории парка в 98-м году. Обновление Минполос в 200 километров ежегодно мы делаем, в том числе и вокруг населенных пунктов. У нас достаточное количество имеется, просто мы поддерживаем в таком состоянии, которое имеется. Чуть больше месяца осталось до открытия купального пляжного сезона. Работа по безопасности людей на водных объектах инспекции по маломерным судам ведется постоянно. Однако, несмотря на развернутую профилактическую работу, люди гибнут. Так, в прошлом году за лето в водоемах республики утонули 64 человека. Основные причины ЧП на воде – купание в необорудованных местах и зачастую нетрезвом состоянии. Статистика говорит, что основные происшествия случаются на малых реках, прудах и озерах. Лето 2013, по прогнозам, ожидается аномально жарким. И разъяснительную работу с населением необходимо усилить, отметили члены правительственной комиссии. Данифа Тагирова, Леонид Клейман, Республика.